Всех приветствую на своем канале, друзья. В этом видео расскажу о том, как сдать автодром в 2020 году. Видео будет в формате 360, поэтому если вы смотрите на телефоне, то можете его покрутить влево-вправо и увидите, в чем разница. Если вы смотрите на компьютере, то зажмите мышку на видео и тоже покрутите влево-вправо, чтобы посмотреть, как работает формат 360 градусов. Поехали! Первое упражнение, которое мы будем выполнять, это упражнение заезд, остановка троганий на подъеме. На экзамен ГИБДД вы должны пристегнуться, включить ближний свет фар, опустить зеркала, чтобы вам было удобно выполнить все упражнения. И можете после разрешения экзаменатора приступать к выполнению упражнений. На упражнении остановка троганий на подъеме или горка, как ее в простонародье называют. Основная задача заехать на подъем, остановиться и уехать не откатившись более 30 сантиметров. Если вы откатитесь более 30 сантиметров, это будет не сдача, сзади вам инспектор ставит стойку. Если вы заглохнете более трех раз, ну более двух раз, три раза, то это будет тоже не сдача. Как тронуться на подъеме? Существуют разные способы, видео у меня есть. Будем использовать способ с подводом сцепления. То есть подводим сцепление до рабочего хода, проверяем, находим тот момент, когда машина будет у вас стоять, даем газку, полторы-две, и заезжаем на подъем. В конце горки надо сделать остановку, таким образом, чтобы бампер оказался между двух, так сказать, стоп-линией. Точнее, не дали одного метра от стоп-линии второй. Для того, чтобы определить эту стоп-линию, смотрим под зеркало. Как только первый конус начинает появляться из-под зеркала, вот он, делаем остановку. То есть вот такой формат остановки, если вы сделаете, то бампер у вас будет находиться между двух стоп-линий. Но на каждом автомобиле нужно проверять, так как габариты разные. Следующее упражнение, к которому мы приступаем, это упражнение заезд в бокс. Берем самую простую схему, то есть задача наша припарковаться задним ходом вправо. Выезжаем на упражнение, соблюдая боковой интервал около метра. Выравниваем середину машины со второй стенкой гаража. То есть примерно в таком формате. Руль наворачиваем влево. И сдаем влево до тех пор, пока в правом зеркале не спрячутся два конуса. Как только два конуса спрятались, делаем остановку. Два других у нас появились. Включаем заднюю передачу. И руль наворачиваем в сторону гаража. Если ориентиры были соблюдены, то машина у вас будет огибать этот угол. То есть как только этот угол у вас проходит, переключаем внимание на другую сторону. Там должен появиться угловой конус, образоваться небольшой зазор. Руль выравниваем. И заезжаем назад до тех пор, пока вот эта линия разметки не спрячется под зеркало. Как только она спряталась, останавливаем автомобиль. При выезде с упражнения не крутите руль сразу влево. То есть старайтесь вывести автомобиль серединой за линию, ну или зеркалом. И уже руль наворачивать. То есть на маленькой скорости делается этот выезд. Таким образом, чтобы не сбить вот этот конус, который очень часто сбивает. То есть руль выравниваем. И едем на следующее упражнение «Змейка». Следующее упражнение «Змейка». Задача проехать это упражнение, не вылезая за габариты упражнения. То есть делается это на очень маленькой скорости. Старайтесь поджимать автомобиль в противоположную сторону от поворота. То есть если вы крутите, поворот идет влево, то вам надо держать с правой стороны. В данном случае, если поворот идет направо, то вы придерживаетесь, поджимаетесь к левой стороне упражнения. То есть вот таким вот образом. Следующее упражнение называется «Параллельная парковка». Задача припарковаться параллельно бордюру. Ну, по крайней мере в жизни это будет выявлено и так. Выезжаем за линию разметки таким образом, чтобы автомобиль полностью вот эту линию пересек. Определить это можно по заднему зеркалу. То есть как только автомобиль вас пересек, включаем заднюю передачу. Если руль навернуть сразу вправо, то вы раскатаете вот этот конус. Поэтому машина сдается назад таким образом, чтобы колесо было на линии разметки. Как только колесо встало, руль наворачиваем вправо, сдаем назад и смотрим в левое зеркало. Должны мы там увидеть три конуса данного упражнения. Три конуса появились, автомобиль останавливаем, выравниваем руль. И колесом наезжаем на линию разметки. Как только заднее левое колесо заехало, руль наворачиваем влево и выполняем выравнивание автомобиля. Таким образом автомобиль у вас припаркован. Слева и справа будет одинаковое расстояние, что в принципе нам надо. Следующее упражнение, которое я вам покажу, это упражнение поворота на 90 градусов. Два поворота, один налево, другой направо. Делается это упражнение на маленькой скорости. Выезжаем на упражнение, стараемся прижиматься в противоположную сторону от поворота. То есть если поворот идет налево, то маленько правее бейте. Как только зеркало подъезжает к углу, руль наворачиваем до упора влево. Смотрим следующий угол. То есть как только у вас вот этот угол упражнения соединяется с правым передним углом автомобиля, примерно так вот, начинаете руль крутить в противоположную сторону. Делается это на очень маленькой скорости. Таким образом, чтобы вам, если что, подкорректировать. Как вы видите, автомобиль хорошо выехал. И последнее упражнение, которое может вам достаться на экзамене ЕБДД, это разворот в ограниченном пространстве. Выезжаем на упражнение. На середину упражнения. То есть примерно вот здесь стоит конус и середина нашего автомобиля. Руль наворачиваем влево и едем максимально вперед. Как только линия появляется под зеркалом, машину останавливаем. Включаем заднюю передачу. Руль наворачиваем в противоположную сторону. И сдаем назад до тех пор, пока не появится возможность выехать в правые ворота. Как только возможность появляется, или зеркало соединилось вот с этим конусом желтым, руль наворачиваем влево и выезжаем. Таким вот образом на выполнение всех упражнений у вас уйдет 5 минут. Всем, кому видео понравилось, не забываем ставить палец вверх и писать комментарии. Всем спасибо. Удачи на экзамене.